Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И нам интересно, и надеюсь, вам будет интересно узнать, как человек отвечает и может отвечать на те вызовы, на те вопросы, которые приносят нам жизнь, которые возникают в нашем сердце. И один из самых главных вопросов, краеугольный вопрос, как жизнь перевернулась, как произошла самая главная встреча в жизни Гермеса. Я очень рад быть здесь и тому, что я снова в России. Я рад своему сотрудничеству с ТБН, это прекрасный опыт. Моя встреча с Богом была очень интересной. Это уникальная история. Я преждевременный ребенок, родился на восьмом месяце. У мамы внезапно отошли воды, и ее повезли в больницу. Роды сами по себе были очень тяжелыми. Я чуть не умер. Роды были ужасно болезненными и мучительными. Но посреди всего этого Бог явил свое чудо. А вдруг, прямо там, в палате, маме явился ангел. И она это помнит? Правда? Да, она ясно видела его. Ангел сказал ей, прими мужчину, который будет исполнен Духа Божьего и будет очень полезен Господу. Радуйся. Это было в очень сложный момент. К тому же, я был при смерти. И Господь хотел успокоить ее, что я не умру, и все будет в порядке. А еще Он велел ей радоваться, потому что я буду благословением для Божьего дела. Еще ангел сказал, что с детства я буду отличаться большим умом. В девять месяцев я уже разговаривал. В три года я начал читать, заниматься математикой и другими вещами. Я многое понимал. Например, в три года я понимал то, что понимают дети только в пять или шесть лет. И так продолжалось дальше. Когда мне было два годика, Господь сказал маме, проповедуй ему Евангелие, потому что он может его понять. Это немного необычно, потому что в два года ребенок говорит, но понимает, он не так много. И мама решила рассказать мне Евангелие. Она спросила, «Гермес, ты знаешь, что такое грех?» И вот тогда, в два года, я ответил ей, «Грех — это когда я тебя не слушаюсь. Когда ты просишь меня не делать что-то, а я делаю это, это грех». Я захотел принять Иисуса и сделал это так даже, в два годика. Я понимаю, что это очень необычно, но со мной было именно так. То есть вы не можете рассказать, какой была ваша жизнь до Иисуса? Да, я не знаю, что такое жизнь без Иисуса. Когда мне было два года и четыре месяца, я молился за мою бабушку, потому что после того, как я сам принял Христа... Ещё раз, сколько вам было? Два года и четыре месяца. Да, моя бабушка заболела, у неё была высокая температура и так далее. Я игрался с машинками, она лежала в кровати. Я спросил бабушке, «Можно я за тебя помолюсь?» Я хотел, чтобы она была исцелена. Подошёл к ней, возложил на неё руки. На тот момент мои родители уже были служителями. Итак, я возложил на неё руки и начал молиться. Моя молитва была громкой и волнительной. Господь сказал бабушке, чтобы она не трогала меня. Я молился всё громче и громче. Вдруг заговорил на иных языках. То есть в два года и четыре месяца я был крещён Духом Святым. Я начал бегать по дому, говорить на языках и славить Бога. После этого, ко всем, кто приходил к нам в гости, я подходил с вопросом, «Ты знаешь, что Иисус любит тебя?» И все, конечно же, умилялись. Я рос с Господом. С детства я познавал Бога, познавал Иисуса и участвовал в служении. Я занимался уличными детьми в Бразилии, потому что мои родители служили таким детям. То есть я всегда был вовлечён в служение. Я не могу рассказать вам, что такое жизнь без Иисуса, но могу утешить тех, кто родился в христианских семьях. Бог может не только спасти нас от жизни во грехе, но и может хранить нас от неё всю нашу жизнь. А это очень важно. Некоторые люди говорят, у меня нет своей истории. Такой вот яркой истории, чтобы я мог сказать, «Да, я грешил, были какие-то очень явные проблемы, а потом Бог вдруг вытащил меня из этого». Я никогда не принимал наркотики, не напивался, но моя история в том, что я прожил эту жизнь, и всё это время Господь хранил меня. Даже будучи подростком, когда я понял своё призвание, и далее. Вот как это было у меня. И это тоже моя история. Это невероятно, просто очень трогательно. Скажи, пожалуйста, ты единственный ребёнок в семье? Нет, у меня есть старший брат, он на 5 лет старше, а ещё у меня есть младшая сестра. Она на 4 года младше меня, а я средний ребёнок. И каждому являлся ангел? Особенный ангел? Нет, с ними немного другой случай, но у моего брата просто невероятное свидетельство. Он доктор-невропатолог в США. Он всегда мечтал стать доктором, и Господь чудесным образом перевёл его из Бразилии в США. У каждого из нас были свои переживания. Интересно наблюдать за тем, как он и его жена служат Господу в своей профессии. У каждого из нас своё призвание, свой жизненный путь, своя история. Спасибо большое, Гермес. И я хотела задать вам тогда следующий вопрос. Он касается такой личной love story, чтобы вы поделились тем, как вы нашли вашу избранницу, о чём вы думали, о чём молились, чего ожидали. И также поделились с нашими зрителями секретами, на ваш взгляд, такими настоящими рабочими секретами успешной и счастливой семейной жизни. Детей у меня пока нет, но я очень хочу их иметь. Как я познакомился с женой, это очень интересная история. Я уже был в служении, но ещё не был женат. Мне было очень сложно. Я молился о благочестивой жене, и очень сильно хотел жениться. Да, не скрою, хотел жениться. С двух лет? Нет, нет. Когда я повзрослел, то сразу же захотел жениться. Я мечтал иметь семью, но на это ушло определённое время. Я был холост довольно долго. Сколько? Сколько? Я женился в 34 года. То есть совсем недавно? Нет, чуть больше двух лет тому назад. Поздравляю. Можете сами посчитать, сколько мне лет. Вы выглядите моложе 30. Спасибо. У меня была книга, которую я написал на английском языке «Многогранная сила царства». Она, кстати, скоро выходит на русском. И мне нужна была помощь в переводе её на португальский. Я говорю на португальском, но мне всё равно нужна была помощь. У моей мамы была знакомая, которая знала мою нынешнюю жену. Она была учителем английского и могла помочь мне с переводом книги. Благодаря этой книге мы познакомились. Она очень красивая. Но самое главное, она следует за Господом. Думаю, очень важно искать человека, чьё сердце следует за Господом. Потому что принятие Иисуса в своё сердце — это самое главное решение в жизни, по крайней мере, для меня. Ну, а второе... Это было настолько важно для вас, что вы ждали более 12 лет? Правильно? Более 12? Да. Это особенно для неё. Я долго ждал, но оно того стоило. Потому что сейчас я женат на прекрасном человеке. Я её очень люблю. Мы влюблены и вместе следуем за Божьим предназначением. Поэтому лучше подождать и сделать всё правильно, чем поспешиться и сделать неправильно. Самое важное решение в жизни — это принять Христа. А второе по важности решение — это на ком жениться. потому что ваш супруг определяет курс вашей жизни. Если вы в браке и не с тем человеком, который не следует за Господом и за Его призванием, то это может повести вас в неправильном направлении. Поэтому я счастлив, когда мы только познакомились. Наши разговоры были о Боге и о Его призвании. Она — удивительная женщина, которая любит Господа, проповедует Слово. Она была с нами в Иерусалиме. И я считаю, что Бог — это лучшая сваха, которая может свести вас вместе. То есть вы молились и ждали девушку, которая действительно знает Бога, следует за Ним, а также красива и умна. Это естественно. Вы хотите жениться на том, кто вас привлекает. Она могла бы иметь прекрасное сердце, но без влечения этой связи не было бы. Должна быть и духовная, и естественная связь. А это может сделать только Бог. Скажите, вы из одной страны или из разных? Она из Бразилии. Конечно же, сейчас она живет в Америке. До этого она жила несколько месяцев в Канаде, поэтому у нее нет проблем с языком, и ей было несложно приспособиться к новой стране. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. А как она поняла, что вы ее будущий муж? Она также молилась? Она думала так же. Она тоже молилась. Она моложе меня, но тоже довольно долго ждала подходящего человека. Она ждала, что Бог пошлет ей человека с похожим призванием, который любит Бога. То есть, она молилась о том же, что и я. Кстати, в том году, когда мы поженились, в январе, я составил список качеств, сделал своеобразный список, который хотел видеть в своей жене. Я написал этот список и постился несколько дней. Я сказал, «Господь, я ожидаю прорыва в этой сфере». Вы заключили завет. Да, я сказал, «Я вижу, что ты исцеляешь больных, спасаешь и благословляешь людей. Я хочу увидеть прорыв в моей личной жизни. Я верю в это. Ты знаешь мое сердце, ты знаешь, где она находится, ты лучший в этом деле». Я молился и постился. То есть, вначале я двигался в духе. Так и должно быть. А когда мы встретились, все сошлось. И мы оба это поняли. За один день? Нет, не за один день. Она говорит мне, «Я бы хотел, чтобы ты сказал, как только я тебя увидел, то понял, что это моя жена». Но все было не так, хотя было довольно быстро. Конечно, я сразу заметил, что она красавица, но держал это при себе. А потом мы начали общаться, я начал влюбляться в нее, и сегодня она моя жена. Думаю, вы поделились очень хорошим советом. Да. Во-первых, будьте утверждены в Боге. Пусть Бог будет вашим основанием. Это номер один. Нужно строить на Боге. Есть не только вы и ваш супруг, а вы, ваш супруг и Бог. В центре брака Иисус. А еще важным компонентом брака является общение. В нем тоже нужно расти. С тех пор, как мы поженились, я познаю ее все больше и больше, и она меня тоже. Чем больше вы общаетесь, тем больше вы понимаете друг друга. Поэтому жизнь становится проще, если вы умеете общаться и просто разговаривать, даже в конфликтах. У вас есть человек из одной семьи, и может даже из другой культуры, или другой страны, и другой человек, который был воспитан совсем иначе. вы соединяете их вместе, и возникают недопонимания. Тут уж так заведено. С Богом вы можете решить их, все эти проблемы, и построить что-то прекрасное. Поэтому я думаю, что общение очень важно в браке. Именно оно является ключом. Итак, два совета. Молиться и ждать нужного человека. Также необходимо поститься. Да, некоторым людям нужно поститься и прорываться, потому что это не только естественный вопрос, особенно если вы служитель. Вам нужно в первую очередь прорываться в духовной сфере. Отнеситесь к этому серьезно. Я понял, что мне нужно сконцентрироваться на этом вопросе. Я сказал, мне не нужна подружка, потому что с подружкой можно расстаться. Мне нужна жена. И когда мы познакомились, я сказал, что не хочу просто встречаться, мне нужна жена. Она думала так же. Мне не нужны игры. Я хочу чего-то серьезного, потому что у меня есть цель. И это на всю жизнь. Прекрасно. Спасибо. Мой третий вопрос о вашем призвании. И как вы поняли, чего Господь ждет от вас, что Он вложил в ваше сердце, как вы поняли, что Бог приготовил для вас особенно. Мне было 16 лет. Я вам этого не говорил, но в детстве я был очень застенчивым. Я даже представить не мог, что буду выступать перед людьми. Я умел красиво писать, и думал, что когда-то я стану писателем, и буду писать книги. У меня не было желания проповедовать. Даже в школе, когда меня просили сделать какую-то презентацию, я не хотел выступать перед детьми. Я всегда хотел быть только за кулисами. А когда мне было 16 лет, я почувствовал, как огонь Божий и сила Божия усилились в моей жизни. Моя молитвенная жизнь изменилась. Господь начал говорить мне, что желает, чтобы я проповедовал Его Слово. У меня появилось сильное желание молиться за людей. Помню, как в нашей церкви служил человек, который освобождал людей, и он позвал меня помогать ему. Я был так рад и начал молиться за людей. Затем было пророчество, что Господь будет использовать меня в разных странах, а не только в Бразилии. На тот момент я жил в Бразилии. Бог сказал мне это, когда мне было 16 лет, он сказал, что я увижу, как больные исцеляются, слепые прозревают, глухие слышат, ну и так далее. Это начало все больше подниматься в моем сердце. Свою первую проповедь я произнес, когда мне было 16 лет. Когда я проповедовал, то почувствовал помазание. Я подумал, тут я чувствую себя на своем месте. Вот к чему я призван. Спустя несколько лет, когда я уже был в Америке, мне пришлось учить язык и приспосабливаться к новой культуре. Когда мне было 23 года, Господь стал очень четко говорить со мной в моих молитвах и снах. Я видел себя проповедующим Евангелие в других странах. Я видел, как люди исцеляются от действия силы Божьей. Во снах я всегда был Затем за короткий отрезок времени я получил около 30 пророческих слов. Куда бы я ни шел, находился человек, который не знал меня, но он говорил мне о том, что я буду служиться в разных странах и что пора мне войти в Божие призвание. То есть все было довольно просто и понятно. Я понял, что мое призвание проповедовать Евангелие, спасать грешников, демонстрировать Евангелие с помощью чудес и знамений, а позже Господь стал говорить об оснащении святых на дело служения. Этим мы сегодня и занимаемся. Мы возим людей в миссионерские поездки по всему миру. Мы открыли школу служения, мы учим пасторов и лидеров, как молиться за больных и высвобождать силу Божию. Это был целый процесс, через который Господь провел меня, но уже в подростковом возрасте я точно знал, к чему я призван. Удивительно, слава Господу. То есть у вас было водительство Святого Духа, которое со временем начало буквально закипать внутри, оно рвалось наружу, правильно? А затем вы получали пророчества от других людей. Это было что-то особенное, Господь по-особенному касался вас, и это удивительно, слава Господу. Какие видения у вас были? Да, были. В своих молитвах я ясно слышал Бога, а также у меня было много снов. В них я видел то, чем я занимаюсь сейчас. Я видел себя в других странах, также во сне я проповедовал на английском, а кто-то переводил меня, в зависимости от того, в какой стране я был. Это снилось мне очень часто. Это были сны наяву или ночью? Нет, ночью. А потом я просыпался, и все казалось таким ярким и реальным. Вот такие у меня были сны. Все было очень реальным. Я буквально ощущал этих людей. То есть через них Господь говорил с вами. Да, Он говорил со мной в духе. Думаю, часто христиане игнорируют внутреннее свидетельство в духе. Библия говорит, что Он дал нам Дух Святой, чтобы направлять нас. Поэтому иногда мы внутри знаем, что нам делать. Но поскольку это не так зрелищно и впечатляюще, мы не обращаем на это внимания. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я. Нам кажется, что нужны какие-то большие свершения, мы должны стоять на стадионах. Да, да, это очень-очень важно. У вас также есть много даров, которые служат другим людям. Вы получаете пророчества, видения, у вас также есть дары исцелений, слово знания, а главный ваш дар это дар евангелиста, самый главный, ведь вокруг так много одаренных людей. Да, у нас апостольское служение. Я не очень люблю титулы, но в Бразилии меня посвятили в апостолы. Мы учим людей, оснащаем. У нас есть поместная церковь в Америке, у нас есть онлайн-школа, мы учим, пророчествуем, исцеляем больных, то есть мы оснащаем людей на дело служения, как и велит нам Библия. Спасение людей, это прекрасно, но оснащение церкви также очень важно. Да, Гермес, я полностью с вами согласна, это правда. Спасибо. Спасибо за ваши ответы. Какие бы вы могли дать рекомендации людям, которые пытаются найти свою цель в жизни? Вы имеете ввиду призвание? Главная рекомендация, развивайте отношения с Богом, это важнее всего. Имейте сердце, которое любит Иисуса, это самое важное. Звучит очень просто, но многие люди это упускают. Люди могут многое делать во имя Господа. Я даже проповедовал об этом вчера придут и скажут Господу, во имя Твое мы проповедовали, исцеляли больных, изгоняли бесов, а Иисус ответит им, я не знаю вас. Любопытно, что Иисус не сказал им, это неправда, такого не было. Нет, Он лишь сказал, я вас не знаю. Поэтому самое важное, это развивать отношения с Богом. Иисус сказал, что Бог ищет тех, кто поклоняется Ему в духе и истине. А во-вторых, обращайте внимание на желание вашего сердца, потому что желание нам дает Бог. Например, вы имеете сострадание к детям, и всякий раз, когда вы видите детей или сирот, в вашем сердце что-то начинает происходить. Может, это означает, что Бог призвал вас работать с детьми. Если вы хотите, чтобы СМИ меняли жизни людей, вы любите телевидение и так далее, то, может, Бог желает использовать вас именно в этом направлении. Поэтому будьте очень внимательны к желаниям вашего сердца, потому что обычно они приходят к нам от Бога. Молитесь, поститесь и будьте частью поместной церкви. Это тоже очень важно, потому что другие люди могут распознать ваш дар. Вы не можете заниматься самопродвижением. Чтобы иметь настоящее библейское служение, другие люди должны распознавать, что Бог делает в вашей жизни. А как вы думаете, призвание может быть только в служении или даже в бизнесе, например, в дизайне или на телевидении, или же все-таки служение обязательно должно быть связано с христианством? Как вы считаете, возможно ли проявлять себя где-то в другом месте, вне церкви? Я считаю, вы можете быть христианином на рынке и иметь там влияние. Не все призваны быть пасторами или евангелистами, я так не верю. Я считаю, что некоторые люди призваны служить на рынке и быть там голосом Божиим. Вы можете быть доктором, как мой брат. В той среде он показывает, что значит быть христианином. Хотя у многих там вообще нет веры. Вы можете быть юристом или репортером и оказывать влияние. Вы можете быть замечательным спортсменом. Многие футболисты, христиане, особенно у нас в Бразилии, вы ведь знаете, и они открыто говорят о Христе, о своем окружении. Да, они действительно титулованные спортсмены, но они чистые. Я не думаю, что призваны только проповедники. Я считаю, что все мы, все верующие, призваны быть свидетелями Христа. Друзья, я так благодарна Богу за это открытое общение. Гермес, спасибо тебе большое за открытость, за искренность, за то, что то, что ты делаешь, оно касается не только твоей семьи, не только даже твоей страны, но многих народов. И благодаря огню, который в твоем сердце, посвящению твоей семьи, мы видим чудеса, мы видим, что люди встречаются с реальностью Царства Божьего, в котором нет слез, в котором нет болезней, в котором нет боли, проклятий. Во время служений на телеканале ТБН мы видели вот это невероятное помазание, исцеление, ободрение. За это тебе огромное спасибо. И для вас, наши дорогие зрители, я хотела вам сказать, что больше о чудесах, больше о жизни сверхъестественной, больше вопросов вы можете задавать и для нашей следующей программы «Жизнь призваний», в которой мы говорим обо всем. Поэтому, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии, пожелания, отправляйте ваши вопросы участникам наших эфиров. Спасибо. Это были три сложных вопроса, на которые отвечал Гермес Фалькао. Спасибо. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон»